Добро пожаловать на серию передач о божественном исцелении, дорогие наши телезрители. Я рад вас приветствовать. Сегодня мы опять с пастором Сергеем Марининым в городе Саратов. Он пастор Церкви Слова Жизни и основатель движения «Исцеление священники Господа». Пастор Сергей, добро пожаловать. Я рад, что мы можем говорить о такой важной теме для Церкви, для каждого человека на самом деле, потому что много нуждающихся людей и много людей, которые хотят в этом двигаться. Да, аминь. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, и мы уже много о чем говорили в наших предыдущих передачах. Сегодня я бы хотел поговорить о том, какие есть препятствия на пути у человека, который начал двигаться, начал исцелять. И на самом деле, ну, не секрет, что есть и могут возникнуть немало препятствий на пути у человека, который исцеляет, который двигается, который принял вызов. И я сам сталкивался не раз с тем, что когда я там молился за людей, онкобольных, и они умирали, или просто молился за разные болезни, и вдруг не происходило исцеления, что-то шло не так. Вот, как вы думаете, что, как сохранить вот это движение, хотя препятствие будет, в Церкви будет препятствие, скепсис какой-то будет, там еще какие-то, может быть, атаки будут. Как продолжать движение? Много здесь каких-то моментов неверия, когда мы читаем вот Библию, где Иисус говорит ученикам, когда они что-то не могли, они, он обличал их в неверии. С одной стороны, а как это можно, да, то есть, они были очень удивлены, когда он им сказал о неверии, и у человека может такое создаться, ну, мнение, как это так, одновременно. Да, да, да. Ты знаешь, так интересно, люди, которые приходят за исцелением, они почему-то сами, я их не спрашиваю, они сами обычно говорят, я верю в исцеление. Вот начинается диалог наш, он говорит, я верю в исцеление, но я его не спрашивал, это во-первых, во-вторых, я думаю, если бы он уверил, он бы не сидел в этой проблеме лет 20, то есть, вот. Люди, скорее всего, вот через этот негативный опыт и знание, что Бог исцеляет, потому что вера и знание, то, что вот я знаю, что Он исцеляет, это, ну, наверное, разные вещи. Хотя знание и вера, это, с одной стороны, что вера от знания, но, ты знаешь, когда я уверовал, это первый момент. Второй момент, когда я уверовал, я старался читать книги об исцелении, кучу книг прочитал, я не знаю, сколько, ну, вот что на русском языке вот я находил, я, наверное, вот на тот момент и прочитал. И знаешь, что я увидел, что большая часть книг, они описывают, как исцелять, как двигаться в исцелении. Причем все вот какие-то книги я находил специально, вот сравнивая, противоречат друг другу, вот в подходах, в споре где-то. То есть, вот, люди на основании вот этих подходов, они говорят, правильно или неправильно. Но я думаю, божественное исцеление, оно не связано, то есть, вот с вопросом, как. Оно связано, прежде всего, с твоим сердцем. Методы и подходы, они также могут и останавливать. Если мы говорим о божественном исцелении, то метод, это, он важен, он даже влияет или запускает, помогает тебе как-то вот запустить веру. Он является таким вещью, связанной с опытом. Но если ты двигаешься, отталкиваясь, вот, уверовав в метод, а можно так двигаться, то это, ну, наверное, мистика. И в церкви достаточно много вот таких вот именно подходов к божественному исцелению, что человек просто вот посмотрел, что вот это работает вот так, и он начинает двигаться, уверовав в это, это работает. И вот, ну, на это Писание говорит то, что мы исцеляли, мы освобождали. Иисус говорит, ну, я вас не знал. Вот. И вот это может уводить. Когда уверовал, я пришел вот, уверовал в этой церкви, и, знаешь, люди настолько, когда я пришел, активно двигались вот в таком методе, как хантеры. Есть такая книга, которую вот они опубликовали, они описывают там вот этот подход исцеления людей через вот то, что они молятся, чтобы позвоночник встал на место, там выросли. Да, ног, да, чтобы ноги сомневались. Да, ног, рук. И вот люди, они были подсажены на этом, это все. И на самом деле это впечатляет, когда ты сажаешь человека, и там у него начинает вот это расти, ты приказываешь, вот. Вот. И я тогда еще не понимал. Я так же вот, ну, начал двигаться. И сейчас нужно использовать разные методы. Но когда ты сидишь на методе и веришь в метод, а не в Бога, то ты можешь исцелять, а можешь не исцелять. Сегодня у тебя пошел этот метод, завтра этот не пошел, ты поменял этот метод. Хотя в этом тоже ничего нет плохого, но, тем не менее, мотивирует нас не метод. И верим мы вот не в то, что вот это является, ну, основанием божественного исцеления. Вот. Методы, конечно, мы можем менять, но важно, я вспоминаю вот прямо сейчас такой случай, я живу рядом с парком городским, и там такие посадки, дубы растут. Вот. Парк такой дубовый. Вот. И одно время там прям, ну, как явление, знаешь, пожилые люди, они подходили вот к этим дубам и обнимали. Вот. Он стоит вот, не видел ты ни разу, но вот это у нас явление такое было. Вот. И сейчас иногда я даже вот редко, но, а тогда это вот прям такое прям явление было. И я однажды не выдержал и подошел к одной бабушке, она вот стоит вот так вот. Вот. Я говорю, бабуль, ты че, вот объясни мне как бы. Вот. И она мне говорит, сынок, два месяца назад меня к этому дубу привозили в коляске. Сын меня привозил в коляске, я не могла ходить. Но вот сейчас, то есть вот, и стала мне объяснять о том, что вот идет энергия, вот, и то, что вот это энергия. И она действительно, она встала и стала ходить. Вот. Она так сильно в это верила, да, что что-то начало происходить. Что если я буду делать так, то вот эта энергия космическая, которая, то есть, я особо не вникал, она мне вот пыталась. Я ей стал говорить о Христе, я говорю, послушай, ну, Иисус любит тебя. И действительно, мы там целый час с ней разговаривали, она покаялась на этой лавочке, мы там потом сидели. И это было сильно. Вот. Вот все эти вещи, они работают, когда мы верим. Одна девушка умерла в 20 лет, тогда, когда ей бабушка в самом, знаешь, глубоком детстве подарила такой камешек на ниточке и сказала, никогда не снимай, тебя вот будет это оберегать, не будешь никогда болеть. И вот когда она стала взрослой, она потеряла. И для нее это была трагедия. Через несколько лет, через несколько дней она заболела. Вот. И настолько она переживала, она умерла. Да. Вот. Вот эти вещи, они работают. Но нам нужен Бог. Нам нужен Бог. Когда я был на вашей конференции три года назад, получается, меня активизировала именно вот одна мысль, это ответственность, да, возьми ответственность, и метод. То есть, когда я, мое первое, вот, результативное исцеление, оно было связано с методом. Да, это запускают. Да, потому что я увидел, что вы делаете, я прямо, и у меня было знание там, одна была женщина уже в возрасте, и Дух Святой, я верю, что Дух Святой меня побудил. Меня трясло, и я говорю, ну, у вас есть проблема с позвоночником? И она говорит, да. Потом я посмотрел ноги, приказал, как вы делали, и раз, все стало на место. И вот после этого я начал двигаться. Но потом, конечно же, столкнулся с отсутствием результата, с какими-то самоуверенностью столкнулся. И что, что, думаю, что тоже важно в служении исцеления, для тех, кто начинает исцелять, чтобы отделять, где есть самоуверенность, когда человек уже переходит из божественной веры в состояние самоуверенной такой, да? Да. Самоуверенности. Через это, если еще так ты двигаешься, так же дьявол может атаковать. Гордость там, да? Или как? Ну, вот такое явление, допустим, в церквях люди говорят, вот я начал молиться за исцеление и стал себя плохо чувствовать. Ага. Вот, это вот тоже отдельный вопрос, но если ты двигаешься через метод, и вот если это у тебя в основании, тебя легко остановить. Ну, как бы тебе нужны отношения, тебе нужен Бог. И вот здесь важно правильно расставлять вот эти приоритеты. И, конечно, это все очень взаимосвязано, и вот я думаю, мы сейчас относительно вот это вот разграничиваем, ну, специально, но, наверное, чтобы люди услышали. Вот, но, конечно же, метод, он очень плотно, ну, то есть это наш опыт, он помогает возлагать руки, там, платки, там, елея помазания. Пастор Сергей, давайте мы вот объясним, вот что методы, какие методы мы имеем в виду, вот какие методы Библия нам показывает, какие методы Иисус может быть пользоваться, какие сегодня есть методы. Я думаю, что когда мы говорим о методах, мы говорим об опыте веры, тогда, когда ты начал молиться за исцеление, ты начинаешь через какое-то время чувствовать, вот, как это работает, и как это запускается. И вот через вот эти много-много, то есть, как бы повторений, когда ты помолился за тысячу людей, у тебя складывается, то есть, это настолько индивидуально, вот, ты чувствуешь, что вот это у тебя работает, вот такой подход. И, допустим, смотря на разных служителей, ты можешь также подмечать, допустим, когда мы говорим, там, Кэтрин Кульман, когда она выходила, она, или Бенни Хин, вот, который, как бы, продолжил вот эти вещи. Когда он выходил, он не молился за исцеление сразу, ему нужно было поклоняться, ему нужно было войти вот в это состояние посещения, когда он абсолютно был уверен, то, что Дух Святой здесь, и тогда он говорил, стоп, Дух Святой здесь, и он начинал исцелять. Когда я смотрел его первые проповеди, самые первые, он, вот, прям, знаешь, это такой раритет мне попался, где он был, вот, молодой, и там в зале люди просто спали вообще, он проповедовал, где-то заговаривался, то есть, как бы, вот. Вот, но в какой-то момент он ждал, и когда вот этот момент, он, 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 он делал вот так вот, и вот это присутствие Духа. Атмосфера менялась. Да, стало такой исцеляющей, и люди сразу начали видеть чудеса. Орау Робертс в свое время, он, 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 Бог дал ему, правая рука его горела, это было признаком, то, что вот сейчас нужно двигаться в этом, это тоже как метод. И вот эти методы, они настолько, вот, когда я читал тогда вот эти книги об исцелении, они где-то противоречили, где-то, вот, доказывали, вот, но тем не менее, там и там были результаты. И поэтому вот он, метод, как метод, он не в центре, потому что это все работает, это все работает, это все тебе помогает двигаться, вот. Вот, но главное, это, это его сердце, сердце Христа. Аминь, аминь. Получается, вот, метод, он такое имеет значение, ну, допустим, метод такой самый простой, это возложение рук, да, то, что метод, он помогает нам из вот этого, когда мы наполнены уже, допустим, сердцем Христа, любовью, состраданием, вот, как бы, перейти из вот этого желания двигаться, желания приносить исцеление из божественной любви к тому, чтобы вот это, на самом деле, передавать. Вот, как бы, метод помогает нам тоже, как бы, рискнуть. Да, рискнуть. Инструмент, то, что является таким зажиганием, вот, таким инструментом, когда много раз ты, вот, используешь какие-то вещи, ты понимаешь, это, вот, метод, он, он является помощником, инструментом, то есть, вот, это навык. Получается, вот, посмотрите, некоторые люди скажут, ну, вот, допустим, я вот тогда встретил больного человека, и я почувствовал атмосферу. Сделал, что, ну, там, помолился, и он исцелился. А вот, стоит ли ждать какого-то, знаете, особенного слова, особенной атмосферы, какого-то там ощущений? Ну, так в большинстве случаев люди и поступают, поэтому они никогда не доходят до больного человека. Вот, потому что ему нужно что-то, вот, знаешь, почувствовать, что-то... Голос там. Да, хотя так бывает, это круто, ну, то есть, Бог говорит, иди, сделай, ты идешь, делаешь. Но мы написаны, наставлены Духом Святым, на вот эту истину. И для нас это информация, которая по ходу становится, вот, действительно уже переживанием, озарением, когда мы начинаем применять, применять слово. Ну, божественное исцеление или проявление божественного исцеления – это знамения, это чудеса. И они становятся вот этим видимым, когда ты ничего не чувствуешь. Мы можем двигаться по вере. Мы прочитали, что у веруши будут возлагать руки. Но как увидеть это озарение? Тебе нужно сделать вот эти шаги веры. Вот, по ходу ты будешь сталкиваться вот с этими мыслями демоническими, а вот получится, не получится. Человек, как-то, знаешь, пойдет, не пойдет. Вот эта нацеленность на результат. И вот приходит этот страх, естественно, не веря за этим, за всем, как следствие. И обычно неудача. Потому что ты смотивирован, ну, какими-то неправильными вещами. Мотивирует вот отношение с Богом, вот любовь. Вот что нас выталкивает на этот путь, где мы не сосредоточены, пойдет или не пойдет. Ты сосредоточен. Ты увидел нужду и дух. Вот первая мысль, она всегда от духа. Если ты рожден свыше, это помочь. Это вот это сострадание. Тебе хочется. Ты понимаешь, ты, ну, ты даже видишь за счет этого, что в тебе дух, что это активировано. И таким образом, да, ты можешь, ну, переживать, но ты идешь, не думая. Потому что вот часто вот мы сталкиваемся с этой ошибкой, вот, а вдруг не получится. То есть нацеленность на результат. Послушай, здесь нет противоречия. Что мы, да, несем ответственность за результат. Потому что в нас что-то есть. Мы не просто, господи, там, я сейчас возложу руки, а ты там, ну, как скажешь. Тогда мы как будто, ну, это не вопрос веры. Мы как будто перекладываем ответственность. Ответственность обратно на Бога или там на вот этого неверия вот этого человека. Ну, это прям целая философия. Мы двигаемся своим сердцем. И, конечно же, мы хотим помочь. Вот само желание помочь, оно и влияет, и развивает вот этот результат. Мы хотим это исправить. Да, да. Получается, когда мы столкнулись с отсутствием результата, потому что такое впечатление возникает, что вот человек веры, вот, который, ну, посланник от Господа для людей, которые нуждаются в исцелении, он должен быть таким хладнокровным, таким, потому что, ну, раз не получилось, два не получилось, три, десять, двадцать раз не получилось. То есть нужно быть в определенном состоянии, чтобы продолжать это движение. Вопрос «получилось, не получилось?» тоже, знаешь, такой литерический. Мы вот, вот это уже снова мы переходим к вопросу мышления. У тебя получилось. Если ты возлагаешь руки, и ты веришь в то, что написано, уверовавший будет возлагать руки на больного, он будет исцелен. И здесь вот нужно уже понять, а из чего и как состоит божественная исцеление? Что это за процесс? Потому что, если мы говорим о чудотворении, то это явно мгновенные какие-то вещи, да? Когда мы говорим, да, видим, и когда мы говорим об исцелении, это часто может быть процессом. Процессом, и тогда мы должны вот понимать эти вещи, как это работает. Спасибо большое. И если нас смотрят те, кто, возможно, разочаровался, столкнулся с вот искушением остановиться и опустить свои руки, мы хотим ободрить вас, не сдаваться, вернуться к той божественной любви, вновь пережить ее, попросить Духа Святого напомнить вам, пережить любовь Небесного Отца. Пусть она будет как плод, поможет вам продолжить движение. Во имя Иисуса Христа. Да, аминь. До встречи. Все началось в 2000 году, когда я была в первом классе. Ни с того, ни с сего у меня просто пошла кровь из носа. Мои родители сразу же отвели меня на обследование. Но единственное, что показало это обследование, так это то, что я была полностью здорова. Тем не менее, раз в неделю стабильно у меня шла кровь из носа. К этому я даже привыкла. У меня бывали обострения. На протяжении нескольких недель у меня шла каждое утро кровь. Но в этом году стало совсем невыносимо. Нет, мне не было больно. Но совсем неудобно собираться на работу, когда у тебя непрерывно идет кровь. Примерно полгода назад, в период такого обострения, в один будний день я была в церкви, в книжном магазине. Мимо проходил Анатолий. И меня как будто бы озарило. Пускай он помолится за меня. Мы помолились. Спустя неделю я вспомнила, что у меня ни разу не шла кровь из носа. Это удивительно, потому что хоть раз, но стабильно она шла. О, как я благодарна Богу, что мне больше не надо останавливать эту кровь из носа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok